Местописание Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу поговорить с вами о интересном месте Писания, о котором вы уже много раз слышали и о котором мы много раз говорили в нашей проповеди, но я хочу напомнить вам его еще раз. Это место Писания, которое повествует нам о том, как ученики плыли с Иисусом в одной лодке, он как человек, который устал, заснул, и в это время началась сильная буря на озере Кенерт. И в этот момент ученики просто начали паниковать, и они, когда уже у них не было, может быть, сил кричать, может быть, они уже не знали, кого уже виноватым назвать, они вдруг говорят ему, «Учитель, неужели тебе нет дела до того, что мы погибаем?» А он в это время спал. Обратите внимание, всемогущий Бог находился с ними в одной лодке. Он в это время был абсолютно спокоен, он спал. И в этот момент они взывают к нему и говорят, «Неужели тебе нет дела до того, что мы все погибаем?» Он, конечно, проснулся, он успокоил волны, он успокоил ветер, он приказал морю утихнуть, а потом говорит, «Почему в вас нету веры, маловеры?» Ведь рядом с вами находится Бог, они уже познали, что это Бог. И Он сказал, что вы за мной ходите не потому, что вы меня избрали, но я вас избрал, и вы за мной пошли. Они знали прекрасно, кто с ними рядом находится, но при всем при этом они позволили себе впасть в панику. Сегодня, когда мы сталкиваемся с разными проблемами, с разными заботами этой жизни, когда кажется, что вокруг нас какая-то сумасшедшая буря происходит, мы взываем к Богу и говорим, «Разве тебе нет дела до того, что мы погибаем?» И Бог таким же образом обращается к нам и спрашивает, «Где ваша вера, маловеры?» Неужели вы думаете, что то, что я вам говорил до этого в Нагорной проповеди, когда я говорил вам, что у нашего Невестного Отца каждый волос на вашей голове посчитан, а потом дальше в Евангелии с Духи мы читаем, что Иисус говорит, что ни один волос с нашей головы не пропадет, вы считаете, что Бог оставил вас во времена, когда дьявол внушает вам мысли о том, что вот-вот все умрем? Нет, конечно. Мы должны всегда уповать на Бога, мы должны всегда приходить к Нему в любых ситуациях. И обратите внимание, что делали ученики, когда что-то у них происходило. Они всегда искали выхода из положения своим земным умом. И это нормальная ситуация. Мы так привыкли, мы так живем. Мы, может быть, даже и не способны пока еще на том уровне, на котором мы находим, мыслить Божьим умом. Но Писание говорит, нам не нужно мыслить Божьим умом. Она написана в Писании, что мы должны иметь веру Божью. То есть, что это такое? Это не то, что Бог верит сам в себя. Нет, вера Божья имеется в виду, что мы должны быть полностью погружены в эту веру. И когда Иисус говорит нам, идите и делайте учеников, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, это не осенять их крестным знамением, это погружать их в Отца, Сына и Святого Духа. Потому что слово «погружение» или «баптизм» на греческом языке обозначает «погрузить» и совершенно не подразумевает собой вынуть его оттуда обратно. Мы должны погрузиться в Слово Божье, в Господа, погрузиться в Отца, Сына и Святого Духа. И тогда нас будут окружать уже другие обстоятельства, которые Бог усмотрел на нас. Потому что Он говорит, что мои помышления о вас только во благо и не во зло. И это Он приходит в момент, когда нам нужно, и избавляет нас. И Он говорит, воззовите ко мне, и я услышу. Воззовите ко мне, и я услышу. Но воззовите ко мне не тогда, когда все плохо, а будьте уверены в том, что Я ваш Господь, Он говорит, я с вами всегда. И Он говорит, я с вами до скончания века. Аминь. Я хочу, чтобы мы с вами постоянно об этом помнили, что Он с нами в одной лодке, Он никогда не отправляет нас в какие-то опасности и не присутствует с нами в этот момент там же. И Он никогда не даст нам испытаний сверх того, что мы можем преодолеть. Но Он всегда с нами, Он всегда поможет, Он всегда избавит. И сверхъестественным путем может выровнять дороги, которые нам кажутся абсолютно кривыми. Поэтому помните об этом всегда. Иисус с нами. Иисус для нас здесь. Он для нас. Он для того, чтобы мы были спасены, прожили жизнь, которая будет свидетельством Ему в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и даже до края земли. И вот с этой мыслью нам необходимо начать жить каждый день. Будьте благословенны. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова